Вот тема заявлена так, почему в России не было царя зверей, лекции о цензуре и цензуре? Ну, наверное, закономерно задаться вопросом. А при чем здесь? При чем здесь Россия, царь зверей, цензура, цензуры? Есть какие-то положения? А мне кликер не дали. А все дело в том, что в царской России нельзя было использовать вот эти вот слова царь, царство, царствовать, если они не относились к царю небесному и земному. То есть нельзя было говорить лев, царь зверей, растительное царство, животное царство. Ну и нельзя было говорить, что тишина, допустим, царствует по ночам в городе Апатиты. Нужно было говорить, королевствует. И да, цензуры, когда встречали эти слова, то они ставили значок L, что значило заменить слово. И получалось, что в научных трудах образовывалось растительное королевство, животное королевство. Ну а лев, он становился не царем, а королем. Ну вот такая картиночка. Можно заподозрить, что компания Дисней что-то знала о российской цензуре. Мы часто слышим с экранов телевизоров о том, что в России цензуры нет. Об этом говорил Мединский министр культуры, это в 16-м году было. А после произносил ту же мысль Петр Толстой, можно ее послушать. В России, в принципе, никогда не принимались меры по ущемлению свободы слова в любых ее проявлениях. Мы считаем, что должны быть разные точки зрения. И любой гражданин Российской Федерации имеет право выбирать то, что ему ближе. Но историки цензуры, филологи, которые изучают цензуру, они, конечно, поспорили с Петр Толстым. И более того, представлена такая точка зрения, что в России, в принципе, частенько принимались меры по ущемлению свободы слова. И вот, когда произносились эти фразы с высокой трибуны, в нашем обществе происходили некоторые события. Вот, например, сайт «Медуза» после выхода на экраны культового сериала «Фарго» сделала такой материал, где был обнаружен пропуск слов в речи одного героя. Вот так должен был звучать сейчас. Ага. Вот сериал «Фарго» в оригинале звучит фраза вот так. Прочитаем. А может? Да. Так. Дословно она должна была прозвучать вот так. А на первом канале она вышла вот так. Вот картиночка, чтобы посмотреть, где что должно было находиться. Так. Что еще было? Ну, например, за три дня до выхода балета «Нуреев» в Большом театре, закрыли этот балет, да, сказали, что, ну, под разными предлогами, что артисты не готовы. Вот. Но в конце года все-таки «Нуреев» вышел на сцене Большого театра, но к концу года, ну, все, постановщик уже находился под домашним арестом. Речь идет о Кирилле Серебрине. А потом были петиции и пикеты в пользу того, чтобы фильм «Матильда» не выходил на экраны наших кинотеатров. Да, наверное, помните эти скандалы, когда были даже в Санкт-Петербурге, были крестные входы, чтобы этот фильм не показывали. Депутаты Госдумы яро стояли на том, чтобы фильм не выходил. Но он вышел. Нам повезло. Я не знаю, кого-нибудь, кто-нибудь видел, наверняка смотрели, да, этот фильм? Нет? Ну, вот, в общем, после просмотра многие вопрошали, что же здесь было такого, после чего хотели запретить показ этот фильм. Но вот этот фильм, ну, мы посмотрели, да, «Матильда»? Ну, многие, кто-то ходил на этот фильм. Так, куда мне нужно кликать? Я не совсем понимаю, ты же? Так, вот, хорошо. А вот этот фильм, мы уже точно его, ну, не посмотрим, да? «Смерть Сталина» запретили к показу в России. У него забрали прокатное удостоверение. Этот фильм успел показать кинотеатр «Пионер» московский. Четыре показа было всего. После, по-моему, во время четвертого пришли правоохранительные органы и напомнили, что фильм-то нельзя показывать людям. Вот. Как, в связи с чем хотели, точнее, в связи с чем запретили? Ну, вот такие фразы звучали, что «этот фильм – пасхольная историю нашей страны», что это плевок в лицо и оскорбительная надсмешка над всем советским прошлым. И, к слову, был соцопрос, 58% людей стояли за то, чтобы все-таки, ну, они хотят посмотреть этот фильм, но мнение людей не учитывалось при этом. Деятели культуры и депутаты Госдумы выступали против показа этого фильма. Они добились своего фильма «Мерзи». Ну, нужно понять, откуда вообще пошла цензура. Вообще ключевая фраза во всем том, что я говорила, она звучала, да, запрещено, было запрещено, запретили. Вот, собственно, цензура – это система государственного надзора с целью недопущения или ограничения идей, которые власть не хочет, чтобы вы проникали в общество. Да, тут речь идет о надзоре за средствами массовой информации, кино, театрами. А вот на картиночке вы видите Иоганна Гутенберга с именем этого человека, что связано с книгопечатанием, вот кто-то говорит, да? Финкопечатание в Европе началось благодаря этому человеку. Вот его станок, который он соорудил, да? Это было в середине 15 века. Ну, исследователи датируют либо 54-55 годы. Спустя 31 год, если отчет ввести с 55-го, спустя 31 год, в 1486 году появилась цензурная комиссия. В городе Майнс был такой епископ Вертольд, и он сказал, что теперь все книжки, которые выходят на печатном виде, их нужно просматривать. То есть, если эта книга по науке, ее должен просмотреть ученый. Если эта книга по, ну, она касается церковных дел, то ее должен просмотреть священник. А если эта книга для граждан, для граждан, светская, то должен посмотреть кто-то из власти. А в России книгопечатание появилось, так, ну, вот это Гуденбергова Библия, цветные буковки, это вручную все делалось, а все, что черным, печаталось на этой машине. Так, в России книгопечатание, ну, связано с Иваном Грозным, это он распорядился, чтобы была создана типография, московская типография, да? Это произошло спустя сто лет после того, как в Европе образовалась типография. Вот, видите, на картинке первую датированную, напечатанную книгу. Она называлась «Апостол». А это наш русский первопечатник Иван Федоров. Иван Федоров чатал книжки, и спустя какое-то время, ну, вот «Апостол» была книжка, потом вышли книги, среди которых «Часовник», и вот в этой книжке, «Часовнике» люди обнаружили, православная церковь обнаружила, что буквы напечатаны не так, как должны выглядеть, как они выглядят в книгах переписчиков. Вы знаете, что книги до книгопечатания переписывались в монастырских кельях, да, монахами? Вот, церковь сказала, что в книжках Ивана Федорова есть некоторые неточности в написании этих букв. Ну, если эти книжки нельзя назвать православными, то можно додумать, от кого эти книги, да? Ну, вот, Ивану Федорову пришлось бежать в Литву, и потом он печатал книжки в Альбове. Но вот так вот из своей родной страны ему пришлось... Ну, неспроста, да, человек убегает из собственной страны, ему грозила опасность. Но проблема еще заключается в том, что в книгах переписчиков часто допускались ошибки в книгах, которые писали монахи, да? Это происходило по простой причине, потому что монахи, они съезжались в монастыри разные, с разных краев России, да? И мы знаем, что есть такое понятие, как диалект. И вот монах, который переписывал книжки, он мог в этой книжке, которую он переписывает, отобразить какие-то диалектные нормы с той земли, как будто он пришел, да? Вот, поэтому исследователи видят в том, что церковь выступала против Ивана Федорова просто-напросто конкуренцию. Книгопечатание, оно происходило быстрее, да, и несколько даже дешевле. А вот это фрагмент газеты «Ведомости» 1702 год. При Петре Первом была создана эта газета, светская газета, но она цензурировалась самим Петром Первым. То есть цензуры официально еще не было, но сохранились номера газеты, где Петр собственноручно написал «Сей статьи», межскобок, «Народ не пущать». Речь в этом номере шла о неудаче в Северной войне. То есть таким образом Петр Первый был, ну, того, что он первый, он еще и был первым цензором на государственном уровне, да? Но официально еще о цензуре, вот, речи медиа. Да. Так. Ну, что-то. Петр Первый принимал участие в книгосожениях. Он проверял монастырские книги. Мы помним, что его еще называли антихристом, да, и поэтому ему приходилось обращать внимание на литературу, которая хранилась в монастырях. Ну, здесь книжка, я взяла это видео с Ютуба, здесь сжигается книжка по истории КПСС, но тем не менее, все равно, больно смотреть, как горит книга, да, печатное слово. Кстати, вот Мильтон говорил, что сжечь хорошую книгу все равно, что убить человека. Я еще скажу, что я буду останавливаться не каждом правителе России, потому что тема цензуры, она очень широкая. Если останавливаться на каждом проявлении цензуры, то мы будем сидеть здесь до завтра. Ну, вот, нужно поговорить о Елизавете Петровне. Она распорядилась так, чтобы все печатные книги в России, принадлежащие до церкви, они проверялись Святейшим Синодом, а гражданские проверялись правительствующим Синодом. А вот Михаил Васильевич Ломоносов, с ним тоже связаны интересные истории. Ну, как известно, Ломоносов ученый и взгляд на возникновение жизни на Земле у него был, согласно науке, да, несмотря на то, что мы знаем, что у него есть стихотворное переложение псалмона. Вот Михаил Ломоносов в регламенте Академического университета прописал, что вам видно или мне нужно будет, но я периодически буду зачинывать, так что, может быть, кому-то надо сказать, что духовенству к учению, правду физическую для пользы и просвещения, показующее не привязываться, а особливо не ругать наук в проповеди. Ломоносов не с пустого места призвал не ругать наук в проповеди. Дело в том, что и ромонахи активно выступали против того, что публиковалось в ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению служащим. Там публиковались материалы научные, и вот, например, церковь выступила против того, чтобы, например, помещался в этом издании перевод полпа «Опыта человека», который сделал ученик Ломоносова Поповский. И они же стояли за то, чтобы за целый год с 55-го по 56-й год вот эти ежемесячные сочинения были ликвидированы. Так, вот что они говорили, да, что Ломоносов выдвигает такие идеи, которые противоречат тому, что написано в Библии. Ломоносов долго терпел, а потом взял да и сочинял гимн Бородин, в котором высмеивалась ограниченность людей, которые выступали против него, против науки. Вот, позволю себе зачитать. Гимн Бородин. Там очень много забавных куплетов, в которых, естественно, высмеивается ограниченность этих иеромонахов. Но они не унимались и говорили о том, что вообще нужно Ломоносов запретить, а такие пашки сжигать публично. Зачиняется новая и верно доказанная система всей песики. Да, это фрагмент из фильма Михаила Ломоносова, сериал, рекомендую просмотр, он очень интересный. Ломоносову повезло, он выиграл в этом противостоянии, и все дело в том, что в пользу этого играла, помимо того, что он был уже авторитетным ученым, при Московском университете уже готовилось полное собрание его сочинений. При Елизавете Петровне можно сказать, что цензура носила такой неупорядоченный характер. Чего не скажешь о Екатерине Второй. Вот при ней так гаечки стали закручиваться посильнее. Эта императрица, она издала указ о вольных типографиях и разрешила частным лицам заниматься издательской деятельностью. Конечно, это чудесно, да, вот такой, можно сказать, царский бизнес, бизнес царской России мог распространяться. Но был некоторый минус. Какой? А все дело в том, что она распорядилась, Екатерина Вторая, чтобы содержание печатной продукции контролировало право благочиния. Это полиция. И все, что там было противное законам Божьим, чтобы все это запрещалось. Литературу просто могли изъять и делать. Вот в 1796 году уже начинается официальная цензура, да, на таком вот государственном уровне. Это произошло в конце 18 века. А началось все, пожалуй, раньше еще. В 43 году, в 50 году были распоряжения, когда ограничивался ВОЗ иностранной литературы. Под разными предлогами это предлагалось делать. Например, Анна Иоанновна, она говорила, что если достаточно литературы, подобной, да, ученой, в Академии наук, то зачем еще привозить что-то дополнительное, зачем умножить сущности. Вот. А в 98 году продолжилась эта же идея и ограничили ВОЗ иностранной литературы. Пока речь идет только об ограничении. То есть она возится, ее просматривают, но так, чтобы ее остановить, вот такого массового характера нет. Все это подавалось под таким соусом, что французское правительство хоть желает, да, нас, ну вот, внести некоторые, некоторые беспокойства в российское общество. Ну, вот тут вы можете прочитать. Что это? Прут? Трагедия господина Вольтера? Три убийства? Не так ли? А кто почерпнул? Не могу знать, государь, книга от бабушки. Все-то у вас от бабушки. Да, вот Павел I уже стал более серьезно относиться к иностранной литературе, и вот при всех портах этот царь запретил. Все, никакая иностранная литература не проникает на территорию России. Этот указ вышел в 800 году, да, и что нужно, что он говорил еще? Помимо того, что несется разврат вверх через литературу, нельзя было еще возить ноты. Как вы думаете, почему? Есть какие-то предположения? Французская революция. Французская революция. Да, французская революция. В Европе вышит французская революция, вот она, да? Но композиция, которая связана с французской революцией. Если литературу мы не можем читать, потому что там могут быть обозначены какие-то вредные идеи, то, играя, допустим, Марсельезу на каких-нибудь собраниях, можно проникнуться духом вот этой свободы, да? Поэтому ноты были тоже под запретом. Но это список не для того, чтобы читать, хотя можно, конечно, почитать, кто знает английский. И исследователи работают над тем, чтобы узнать, какие же книжки были запрещены. Они не прошли на территорию России, да? Вот при ПАГ. И, например, вот эти книжки, да? Здесь есть литература об электричестве, об акушерстве и о лечении холеры. Это, конечно же, отвратительно, потому что в этих книгах уж точно не было ничего вредного. И вот наука, она останавливалась где-то в портах. Она вот так вот стремилась, стремилась, преодолевала такие расстояния, а в портах ее останавливали. Ну вот время Александра Первого. Он подписывает первый цензурный устав. Его еще называют Александровский цензурный устав. О том, что он строгий, можно понять по... Вот потому, что там было обозначено, да? Все книги, сочинения, они просматриваются. Возникает предварительная цензура. Предварительная цензура – это как раз то, что... Такая система, когда прежде чем распространить, мы посмотрим, можно ли или нет. Да? Хотя... Хотя важно было, что этот цензурный устав называли мягким. И причина заключалась в том, что если вдруг находились какие-то намеки, да, всевозможные аллюзии, то можно было не запрещать, можно было оставить эту литературу быть такими, ну, великодушными. Посчитать, что вдруг все-таки здесь не двоякий смысл, а вот все так, как и должно быть, да? Вот, Александр I и слова, которые были обозначены в уставе. Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковывать его выгоднейшим образом, нежели его преследовать. Вот по этой причине Александровский устав считают, ну, достаточно мягким. Чего нельзя сказать об эпохе Николая I, при нем был тоже подписан устав, который прослыл как чугунный. Тут уже, да, вот в этом слове чугун, уже можно услышать твердость этого устава. Тут уже ни о каком двояком смысле речь не идет, да? Если что-то встречается, никакой зоопов язык не нужен. Если встречается, то бракуем и не пропускаем. Но еще интересно было, что вот среди пунктов этого устава было следующее, что если находились сочинения, в которых были какие-либо ошибки грамматические, то и в этом случае нельзя было пропускать литературу. Мне кажется, что это хороший пункт в этом уставе. Зачем книжки, в которых есть ошибки. Ну, вот при нем, собственно, было создано третье отделение собственного императорского величества, канцелярия. Это всевозможные сыски, жандармы. И вот шефом жандармов был Бенкендор. И он написал письмо Пушкину Александру Сергеевичу, в котором было сказано следующее, что вот пушкинские сочинения просматривать-то никто не будет. И вроде хорошо. Но дальше что написано? Государь-император сам будет первым ценителем произведений ваших и цензором. Вот что вспоминает Пушкин в своем дневнике. Записал в дневнике в 1933 году. Возвращен медный всадник с замечаниями государя. Слово «кумир» не пропущено высочайшей цензурой. Стихи вымораны. На многих местах поставлен знак вопроса. Все это делает мне большую разницу. Ну вот, с 1928 года начинает работать главная управление цензуры и комитет цензуры по литературе иностранной. Но еще комитет по почтовой цензуре. А это значит, что письма, которые попадали на территорию России, все были прочитаны. И пресса тоже просматривалась. Но особое внимание хочется остановить на комитете цензуры по иностранной литературе. Узнаете этого человека? Люблю про зубничали мая. Этот человек, Федор Иванович Тютчев, он был не только поэтом, но еще и цензором. И вот как раз он работал в комитете по иностранной цензуре. А это Иван Михайлович Сеченов. И он обратился в комитет по иностранной литературе с просьбой выдать ему для собственного употребления труды Дарвина. Он следил за каждой новой книжкой, выходившей. И вот есть архивные документы, в которых стоит слово «Дозволяется», а внизу подпись Тютчева. Ну и, казалось бы, чудесно, все так быстро. Вот подал документы, вернули, «Дозволяется», «Читайте, ради Бога». Но, оказывается, не все так легко. Чтобы этот труд Дарвина попал ученому, а потом и в общество российское, на это понадобилось три месяца с всевозможными записками. И вот Тютчев применил такую блестящую аргументацию. Он говорил следующее. Так, уже. Так. Имя автора уже имеет всемирную известность, да? Да, имеет всемирную известность. И дальше. Что сочинение его строго научно по форме. Что переводится и комментируется оно уже по всей планете Земля, да? Кроме России. Но и кроме того, что если он говорит о Боге или о Священном Писании, то все это проходит достаточно тактично, без каких-либо оскорблений. Почему вот... Почему Тютчеву нужно было говорить про веру и про Священное Писание? Как вы видите? Потому что... Большую силу имела. Да. Это такой вот... Ой, назад. Это такой привет из 48-го года. Когда был подписан, издан комитет... Он назывался комитет 2-го апреля. Бутурлин имеет к нему прямое отношение. Он даже прослыл как бутурлинский комитет. Вот этот человек. Это был очень строгий комитет. Его еще называли цензура над цензурой. То есть теперь каждый цензор, работая, проверяя какую-либо литературу, он вполне себе мог ожидать того, что придет еще один цензор, который посмотрит, все ли правильно он вырезал. И вот в этом документе, который был подписан 2-го апреля, говорилось о том, что ничего неблагоприятного, но даже неосторожного в адрес православной церкви говорить нельзя. Все, что противоречит этому, нужно было запретить. И нужно было также следить за тем, чтобы продолжалось уважение к святости брака и повиновение родительской власти. Но понятно, при чем здесь родительская власть, да? Потому что царь у нас... Кто? Батюшка, да, но еще есть царь небесный. И если начнется неповиновение родительской власти, то все это может привести к тому, что люди пойдут и против царя. И были еще случаи, когда из-за вот этого комитета страдала наука. Вот, например, министр внутренних дел, генерал Анинг, он передал министру народного просвещения о том, что есть такой труд, который называется «Обоскопаемый Курской губернией». И сообщалось, что вот в этом труде мироздание и образование планеты объясняется так, что идет противоречие с книгой «Бытие». И вот вы видите на картиночке профессора Рулье. У него была такая публичная лекция. Ну вот, собственно, как лекции, которые выходите, которые проходят в апатитах, да? Вот лекция была рассказана публично, а потом ее записали в газете «Московские ведомости». Лекция была о первом появлении растений и животных на земле. Профессора обвинили вот в чем. По колебанию одного из важнейших догматов, исповедуемых нашей церковью – о сотворении мира. Вот что говорил министр народного просвещения. А вот эта газета «Московские ведомости». И вот если вы посмотрите вот на эту строчку, то увидите, что здесь написано. «Издаваемая при императорском московском университете». Эта газета была предназначена для людей, которые обучаются в университете. И просто сейчас, конечно, с трудом представляется, что такие вот лекции, в которых говорится о сотворении мира, их просто запрещали. После выхода этого материала о появлении всего сущего на земле, публичные лекции больше не писались в газетах. И более того, профессор Рулье, в общем-то, ему пришлось не слабо. И был еще один такой центр, Александр Васильевич Никитенко, он вел дневник, и он там вопрошал, ну вот чего хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? А действительно же мысль останавливалась, как мы видели из предыдущих слайдов. И это все равно, что велеть реке плыть обратно. И Александр Васильевич, он писал в своем дневнике о таких казусах, что происходило в цензуре. Вот он, например, вспоминал об одном цензоре Ахматове, который не пропустил одну арифметику в связи с тем, что там были многоточия. Но каждый из нас наверняка держал учебник по математике, да? И мы видели там, например, ставьте нужную цифру. Но вот не пропустили. Потому что в этих точечках видели какой-то злой умысел составителя этой арифметики. А вот цензор Елагин не пропустил одну географическую статью, в которой говорилось о том, что сибиряки ездят на собаках. Вот прежде чем публиковать такой материал, нужно согласовать его с министром внутренних дел. Дальше. Цензор Пейкер выступал против того, чтобы в народ пошла метеотаблица, в которой числа сначала обозначились по старому стилю, а потом по новому. Вот этот господин Пейкер говорил, что так нельзя. Нужно сначала по новому, а потом по старому. А представляете, если тираж большой, если он уже отпечатан, тут речь идет о труде издательском, о деньгах, потому что дело все-таки публикации какого-либо печатного слова обходится, да? Не так уж и дешево, особенно если говорить про 19-й лет. Вот все, что происходило в этой карикатуре. Видно все, что происходило с материалами. Вот в цензурный комитет заходит статья, которую еще не просмотрели цензуры, и она достаточно симпатичная, эта статья, да? А вот она выходит, да, зачеркнутая, что-то там подрезанное, да, и даже какая-то трость, на которую опирается эта статья. Вы услышали несколько фамилий цензоров, да? Откуда мы о них знаем? Ну, мы узнаем об этом благодаря, там, исследователей, которые ходят в архивы, встают эти дела и смотрят, что вырезалось, как ограничивалось слово. А когда цензор, да, стал профессионалом, это произошло сразу же после того, как в 1804 году это произошло, и цензорами были профессора, сначала могли быть профессора университетов, затем были чиновники, затем могли становиться цензорами литераторов. Это Яков Петрович Полонский, он поэт, и он писал, что, вот, собственно, вы видите, что там еще пишется, что он долго-долго думал, думал, брать ли на себя это неприятное прозвище, решился взять его, да? Буду получать 2500 рублей, жалоб. Там еще продолжение о том, что он сможет обеспечить себе старость. Но вот неприятное прозвище, понятно почему, да? Мало бы кто любил в обществе людей, которые зарезали мысль. Вот нужно посмотреть на этот слайд и увидеть, что за 15 лет службы пенсия у цензора назначалась от 1 треть оклада жалований, а за 25 лет в размере полного оклада. Вот для сравнения, гражданский чиновник, другой гражданский чиновник, не цензор. Чтобы получать такую 1 треть оклада жалований, ему нужно было проработать 20 лет. А чтобы получать в старости пенсию в размере полного оклада, ему нужно было работать на 10 лет дольше цензора. Ну, как вы думаете, были ли какие-то неудобства у цензоров, связанные с работой? Были. Есть воспоминания двух цензоров. Они писали следующее, что от одного сбежала прислуга, потому как она не может работать круглые сутки. Действительно, цензорам приносили материалы на проверку, и могли это сделать и ночью. А еще один цензор, он писал, что его выселили из квартиры, которую он снимал, тоже по той же самой простой причине. Он был таким вот неудобным жильцом. К нему приходили круглые сутки, и это мешало соседям. А вот журналист Волков, он вспоминал, что сотрудники газеты «Северный край», чтобы получить подпись цензора, взяли да напоили его. Удалось. Напоили. Подпись получили, цензора уволили. Ну и, конечно, в материалах использовались различные кивоки, когда, например, в 19 веке, в 60-е, чтобы статья о крестьянах могла пройти печать. Журналисты говорили о рабстве в Америке, о том, как используют чернокожих в рабстве, как рабов. Ну вот приблизились мы к 65-му году. Александр II вводит временные правила печати и цензуре, и частично дает освобождение от предварительной цензуры. То есть это значило, что Москва и Петербург освобождаются от предварительной цензуры, причем частично, там были некоторые условия, а вся остальная пресса региональная до сих пор проверяется. Причина, по которой были даны вот эти ослабления, она еще связана с тем, что вот в 48-55-е годы это мрачное семилетие, а после 55-го просто на рынок хлынуло много газет и журналов. Вот есть такой публицист Шелгунов, Николай Шелгунов был в 19-м веке, он вспоминал, что по окончании мрачного семилетия газеты и журналы стали появляться как грибы. Ну вот, представьте, если такие гипы газет и журналов, то как цензурам справиться? Они как бедные и так, ночами не спят, прислуги сбегают от них, выселяют из квартиры, а тут еще нужно было проверять еще больше мотивов. Но вот это послабление, оно закончилось в 66-м году, когда в царя стреляли, это произошло в апреле, 4-го числа, и все. Закрывается, в 66-м году закрываются очень многие журналы, среди которых, например, были журналы «Русское слово» и «Современник», «Лево-радикальные», «Революционно-демократические», «Революционно-демократические», как их называли. В 81-м году. Я так пытаюсь побыстрее и побыстрее проскочить. Конечно, можно было бы останавливаться на каких-то еще исторических перипетиях, например, что там, 81-й год. Но я думаю, что многие учили историю в школе и знают, что в 81-м году царя убили. И вот при Александре 3-м. В 82-м году были введены временные правила «Цензура, гнет цензуры, усиливайте». Министр внутренних дел получает такое право после трех предостережений закрывать любое здание. А вот в 905-м году тоже мы перескакиваем некоторые исторические события, о которых, я думаю, что у нас имеется какой-то бэкграунд, да? Николай II дарует население незыблемо, как говорилось в этом манифесте высочайшем, основы гражданской свободы на начало действительно неприкосновенности личности, свободы, совести, слово, собрание союза. 905-й год. Так. Ну-ка. Ой, обратно. Вот вы видите фрагмент из газеты «Пулемет». Здесь написан этот высочайший манифест, а сверху в этой газете поместили вот эту самую красную пятерню. Вот если бы было видно, хотя, может, кто-нибудь на первом ряду увидит, да? Вот здесь вот написано «К всему листу…» «К всему листу цветы его величества генерал-майор Требов руку приложил». Кто такой генерал-требов? Вот достаточно сказать о том, какие слова ему принадлежат. Патронов не жалеть, холостых залпов не давать. Так. А это Николай Шибуев. Это редактор той самой газеты «Пулемет», который поместил эту пятерну на высочайший манифест Николая Второго. Человек сел на год в тюрьму, опубликовав манифест, в котором говорилось о свободе слова. Вот сейчас можете посмотреть карикатуру, на которой написано «Новогодняя елка для редакторов», а вот здесь написано «К сожалению, свечи зажечь нельзя, так как они осветят такие подарки, что цензура не пропустит рисунок». И вот здесь казенные дома, кандалы, штрафы. Вот еще интересная обложка зрителя в 98-й год. Человек характерно вырезает что-то из газеты или журнала. Вот таким же образом вырезалась мысль. Временное правительство подписывает закон, издает закон о печати, в котором говорилось о том, что в котором отменяет цензуру, но в то же время там прописано, что издания, которые призывают к неповиновению распоряжениям военных властей и к неисполнению воинского долга, они должны быть закрыты. Приходим уже к советской власти, принимается декрет о печати, в которых тоже говорилось о том, что должно подлежать закрыть ее. И вот вы можете прочитать. Все, что призывает неповиновение рабочему и крестьянскому правительству, тоже должно быть закрыто. Но что закрывать имеют право только можно закрывать по восстановлению Совета народных комиссаров, А самое любопытное, что положение имеет временный характер. Когда не написано, не обозначены какие-то хронологические рамки, то можно только догадываться, как долго может растягиваться вот этот временный характер. Конституция 18-го года там прописывалось в том, что свобода слова гарантируется только рабочим и беднейшему крестьянству. Можем ли мы говорить, что это свобода? Свобода вряд ли может распространяться, на кого-то распространяться, на кого-то не распространяться. Но это уже не свобода, а какая-то что-то другое. Все по-свободе. Вот наступает такой этап, который принято называть этапом ГИС, госиздательства. Вот такой советский плакат. Запомните ГИС, марка это источник знания и света. Что делает ГИС? Контролирует типографию и бумажную промышленность. Понятное дело, что когда какая-то организация контролирует бумажную промышленность, то становится ясно, где, что издают, и можно ознакомиться с содержанием. Но тяжелее время наступает в 22-м году, когда создается Главное управление по делам литературы и издательств. они уже осуществляют контроль за всем. Произведения, печати, рукописи, снимки, картины, радиовещания, лекции. А вот начальник Главлина говорил следующее. Да? Можно прочитать. И он говорит и о физических и моральных расстрелах. Критика должна иметь последствия повеста, судебную расправу, суровые приговоры. Если посмотреть на то, когда он занимал должность, 35-37, сразу хорошо бросается 37-й год в глаза. В 37-м году он был арестован, а в 38-м был расстрелян. И вот такие опечаточки встречались в печати, да? Пропустили букву Л. У нас получается не главнокомандующий, главнокомандующий, не Сталинград, не Ленинград, а Ленинград и Сталинград. Ленин окатился в Брянских лесах вместо того, что написать, что Ленин охотился в Брянских лесах. Вот сейчас это забавно. А раньше, вот в то время главритовская, да? Это было... Ой, давайте так. Ну же. Да. Это считалось контрреволюционными опечатками. И можно представить, что было людям, которые написали про Сталина, что он был главнокомандующим, да? Людей ждала расправа, потому что вспоминаем, опять же, слова главы управления в печате, да? Физические и моральные распреды. цензура в советское время, она не была такой, как в царское время. Если там проверяли литературные и ученые сочинения на... ну, искали какую-то мысль, которую... ну, мы все это проговорили, да? Если что-то плохо говорилось про царя или про церковь, тогда просили вырезать или запрещали произведение. В советское время это была борьба с инакомыслием. И люди исчезали не просто из литературы, да? Их произведения исчезали не просто фрагменты из произведения исчезал. Люди исчезали из жизни, что хорошо показывают вот эти картинки, да? Найдите отличия. Там трутки слева. Да. Здесь не хватает, да? Не дочитались. Такой советский фотошоп. Есть книга, по-моему, Дерюкинг ее написал, и она называется «Исчезнувшие комиссары». И вот обложка на этой книге именно такая. А здесь, да? Сразу сколько? Пять человек исчезли. Страшно то, что они исчезали не только с фотографии. И вот исследователи выделяют такой семиступенчатый этап цензурирования. Сама цензура, да? Когда прежде чем что-то написать, опубликовать, автор просматривает, ну, можно ли ему об этом говорить, не опасно ли, и он избавляется от тех идей, которые могут ему навредить. Редакторская цензура, когда он уже все-все там вычистил, еще и редактор просматривает и говорит, что вот, наверное, лучше убрать это, да, какой-то фрагмент. И хорошо, если редактор не пойдет и не напишет, что вот есть у нас тот работник, у которого мысли какие-то подозрительные. Ну, предварительная цензура, да, главлит еще, в издательстве еще просматривает. Техническая помощь главлиту НКВД это то самое, что вот поиск опечаток, которые признаются контрреволюционными. А еще делали следующее, брали газетку, и если там изображен Сталин, то по-всякому складывали эту газету, чтобы не дай Боже, Сталин не оказался в ногах у какого-нибудь человека на другой картинке, а еще хуже, если там, например, была картиночка с каким-нибудь животным, да, буковки какие сходятся с тем, что сзади портрета Сталина. Ну, партийная цензура, да, партия диктует нам, что писать, как идею приносить. Спецхраны. Что такое спецхраны? В советское время были специальные хранилища, куда собиралась литература, которая не должна была попасть в общество. И, ну вот, конечно, исследователи радуются, что были эти спецхраны, потому что благодаря этим спецхранам сохранилось то, что могли просто сжечь, да, и какое-то время советская литература хранилась в этих спецхранах, но спустя, когда власть несколько смягчила свои объятия, можно было доставать эти книги, но и там были фонды личные дела, например, запрещенных литераторов, ну и перечень запрещенных книг выходил. Он выходил вплоть до конца 80-х. Толстенные книжки, в которых обозначено, что вот та или иная книжка и тот или иной автор не должны появиться ни в библиотеках, ни на печатном рынке, да. Ну вот, это такой советский плакат, который хорошо характеризует это время, да, не болтает, недалеко до изменения. А потом главлит придумал следующее. Пройтись по издательству и различным изданиям посмотреть, что там, что происходит внутри коллектива. И самое удивительное, что в официальной бумаге говорилось о целях этой процедуры, да, всесторонне выяснить физиономию каждого издательства по особой анкете. Нет ли там кого-нибудь подозрительного, чьи мысли или идеи противоречат тому, как должен мыслить и говорить советский человек. И вот было в 46-м году такое постановление Орббюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Вот в докладе Жданова говорилось следующее. Сейчас попробуйте подумать о ком это. «Пошляк и подонок литературы давно специализировался на написании пустых, бессодержательных и пошлых вещах, на проповеди гнилой, безидельности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание». «Зошинка». 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 Да. Вот про этого милого человека говорились такие вещи. А вот это «Типичная представительница чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии, произведения которой наносят вред дел воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе». «Ахмадова». Да. Как чудесно, что вы это знаете. Прям здорово. «Ахмадова». «Ахмадова». Были не только такие известные люди, а были второстепенные поэты, да, или люди, о которых вряд ли что-то известно сейчас. И вот был такой поэт Хазин. Он в разделе «Литературные пародии» опубликовал такую переделку на Евгения Онегина. Ну, что было там написано, да? «Евгений Онегин попадает в советский Ленинград. В трамвай садится наш Евгений, о бедный, милый человек. Не знал таких передвижений его непросвященный веры. Судьба Евгения хранила, ему лишь ногу отдавила. И только раз, толкнув живот, ему сказали идиот. Он вспомнил древние порядки, решил дуэлью кончить пол. Полез в карман, но кто-то спел уже давно его перчатку. За неименем таковых смолчал Онегин и притих. Какая была логика? Ну как, как вот Пушкин, точнее, как Онегину мог не понравиться советский Ленинград? Значит, царство лучше? Нет, советский Ленинград лучше. Хазина уволили. Но это, кстати, лучшее, что могло с ним произойти, могли бы довести дело до расстрела. И человек больше нигде не смог трудоустроиться. Может быть, сейчас, если бы не было таких серьезных мер в адрес его предпринятым. Может быть, этого поэта мы бы знали лучше. Ну и по эплогам этого дела журнал «Звезда» приорганизован, а Ленинград и вовсе закрыт. Ну вот, наступает время отепеля. Культ личности развея. Казалось бы, что все можно теперь говорить больше, громче. Но действительно так. Рассекречиваются личные фонды иммигрантов и репрессированных лиц, и теперь исследователи, литературоведы, они могут пойти, например, в архив, да, в какой-нибудь московский, российский государственный архив литературы и искусства и поработать с личным делом какого-нибудь писателя или поэта. Вот их имена, это только часть этих имен, и почитать их письма, почитать рукописи к произведениям. Но позвольте представить доктор Латсон мистер Шерлок Холмс давно с Востока. Шерлок Холмс говорит давно с Востока. На самом деле он должен был сказать давно из Афганистана, но если вы посмотрите на вот эти числа, так, то понятное дело, что в Афганистане происходят чудовищные дела, и герой Ливанба просто не может сказать давно из Афганистана. Решили, там буквально несколько дней было до выхода и перезаписали его эту коротенькую фразу. Есть даже в интернете есть такой разбор вот этой сцены, где замедленно показывают, что действительно Шерлок говорит давно из Афганистана, но потом поверх записали Восток. Приближаемся уже к современной России, вот августовский путь, полоса вечерки, или вечерний Ленинград, и вот нужно обратить внимание вот сюда, вот сюда и вот сюда. Не вышли материалы, да, и решили не переверстывать, а оставить пустыми эти места. Такое уже встречалось, по-моему, Аксаков пускал ленточку, такую похоронную ленточку на материал, который был зарезан, и, кажется, в сатириконе тоже просто черным замазывали материалы, которые были запрещены. Ну вот в современной России, да, у нас есть закон, в 91-м году это была статья 3-я недопустимость цензуры, сейчас 29-й пункт 5-й гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Цензура запрещается. А бывают ли какие-то случаи, когда цензура необходима, когда она имеет полное право указывать средством массовой информации, что говорить? Ну да, есть такие случаи. Это при военном положении и чрезвычайном положении. Если война или какой-то незаконный захват власти, тогда государство имеет право указывать средством массовой информации, как представлять положение. Если какая-то техногенная или природная катастрофа, то нет, нельзя указывать журналистам, что и как подавать. А вот есть такие сайты Freedom House и Репортеры безгранец. И там можно найти такую карту. И если кликнуть на территорию, то там будет показан уровень, по-моему, до 100. это территория России. Если здесь вы видите, то здесь написано свободный, зеленый это свободный, желтый, будем называть это желтым, частично свободный, и вот такой фиолетово-сиреневый это не свободный. Там на сайте написано, что это не очень симпатичная картинка. И вот где кликать на Россию, там где-то 83 из 100. Да, вот надо посмотреть. Ну, Россия там, по-моему, на месте 149 из всех стран. Ну, да, вот такая ситуация со свободой слова. А вот тоже интересная картинка, недавно ее попросила опубликовать со страницы журналиста Андрея Бабицкого. он взял этот скрин у своего знакомого и не знаю, кем приходится ему этот человек. Ну, в общем, его знакомый попытался отправить письмо в СИЗО, но письмо не было отправлено, и вот здесь ему выскочило такое окошечко, в котором написано, что обработка корреспонденции временно приостановлена. С чем? В связи с болезнью цензора. А цензор по себе? В СИЗО обязательно наложено по цензору. Да, они должны просматривать. Но разве можно называть этого человека в стране, где нет цензуры, цензора? почему нет? То есть это просто закрытое учреждение не должно быть? Я понимаю, да, но у этого человека не должна называться работа цензора. А как? Должно то все писем? Ну, пожалуйста, какой-нибудь там. Это говорит скорее о необразованности человека, который написал. я думаю, что это о многом говорит. Да, это некоторый список литературы по цензуре, вы можете обратиться к нему и почитать. Собственно, она была, литература была использована для подготовки сегодняшней лекции. Вот, если будут какие-то вопросы, я буду рада ответить. И да, спасибо за внимание. Такое вот, я послушаю картинку насчет Америки или других развитых Европы, например. Как понимать цензуру, например, в плане, допустим, там, меньшинства различные, они выбивают себе возможности, чтобы про них не говорили, называли определенными словами или не называли определенными словами. Украина у нас радугу, например. То есть, как вот посмотреть с точки зрения как цензура. То есть, я замечательно отношусь на самом деле ко всем направлениям, то есть, я не против, да? Мне интересно именно в плане перекосов. То есть, если здесь говорим о государственной цензуре, а я имею в виду именно вот общественно-политическую такую. Как вы воспринимаете? Я сейчас не совсем поняла вопрос. Вопрос? Ну, как бы, хорошо. помимо государственной цензуры существует общественная, да? И ее давление может быть выше, чем государственная. Правильно? Я думаю... Да, вот сейчас более понятно. Да. Но смотрите, мне кажется, что у людей, вот вы считаете, что у вас украли радугу, да? Это я шучу, это я, на самом деле, мне не жалко. Да, хорошо, вам не жалко, радуй, но все равно это распространяется над всеми. Ну, каждый человек имеет право на то, чтобы высказывать свое мнение, да? Единственное, что если я начну сейчас указывать вам не использовать какие-то слова, то вы, конечно, можете к этому прислушаться, можете сказать, что вот я хочу, хочу и говорю, да? Ну, вот, то есть, если, допустим, все люди выйдут и скажут вот не произносить что-то. Нет, ну, хорошо. Просто немножко такой, очень, как это, сложный, мне кажется, вопрос, да, в плане, что ты можешь сказать, ну, не знаю, вот тот же самый фильм, да, вот вышел, была про Матильду, выходили люди, да, то есть, проводили митинги, типа, мы не хотим, там, у нас там церковь запрещают, или нам, нам очень нравится, там, царь-батюшка, да, то есть, и они, как бы против были, и это давление, оно власть, правильно? И власть в итоге как бы проводит, ну, определенную, ну, сензуру вводит. Я считаю так, что если люди против этого фильма, то, пожалуйста, сидите дома и не смотрите этот фильм, да, а те, кто хочет смотреть, они должны пойти и посмотреть. Есть соцопрос, который показывает, что, ну, вот про смерть Сталина, да, конкретно, да, 58% людей высказали за то, что они хотят посмотреть. Ну, да, которые ходят очень многие на узкие комедии, тоже очень печальные. Ну, это что же говорит о уровне, то есть, цензура, она чаще всего для чего нужна? Для того, чтобы держать уровень человеческого восприятия, правильно? уровень культуры, например, да, то есть, можно допускать, только, ну, как, дать свободу, да, то есть, у нас сейчас интернат есть, мы свободно можем смотреть что угодно, но, жесть, да, убийство, не знаю, там, насилие, это тоже возможно для распространения, но это нужно же запрещать, или нет? Ну, для этих целей существует Роскомнадзор, который действительно смотрит за тем, что должно выходить, что, точнее так, Роскомнадзор, он не должен предварительно смотреть, что выходит в СМИ, да, или на экраны телевизора. Вот, если бы Роскомнадзор предварительно просматривал, тогда мы бы говорили, что это цензура, а Роскомнадзор уже действует после того, как все вышло. Но, кстати, в Царской России эта цензура называлась карательной, да? Если у них есть вот такая цензура, на пост, то есть, человек выпустит что-то, а где мы запрещали? Если вы спросите у сотрудников Роскомнадзора, это цензура, они скажут, что нет, это не цензура. Что это? А вот надо тогда спросить, придумали ли они какой-то термин. Да, просто. Регулирование контента. То есть, чисто законодательство, да? Спасибо. Так много хочется сказать, потому что я с цензурой имел столько дел по разным поводам. Ну, давайте я вот чего начну. Я хочу начать с того, что мы, как взрослые люди, взрослые люди, мы вообще внутри себя согласны с тем, что цензура нужна. Знаете, почему? Ну, вот я не знаю, вырастили вы ребенка, я вырастил, так сказать. Вот ребенок растет, мы даем то одну книгу, то вторую, мы его развиваем, то один фильм рекомендуем, другой запрещаем, рано. И вот он, Сергей Владимирович, не уходи, пожалуйста, потому что ты цензур. Я на твоем примере хочу сказать о тяжелой судьбе цензора, а он сейчас цензур. Ну, вот. Итак, понимаете, вот растет, скажем, гражданин маленький, и мы его мировоззрение воспитываем из самых лучших побуждений, правда же? Если родители нормальные, а мы же говорим о нормальных родителях, я о них говорю, то мы единственное в положительном контексте цензурируем то, что читает мой сын у меня, так сказать, вырос сын, у кого-то дочка, что он смотрит и так далее, и так далее, и так далее. Наконец, доводим ее до какого-то уровня, когда предоставляем ему свободу. Хорошо? Так, теперь, начинка государственной цензуры, да? Но, ведь мы опять-таки избираем государственную власть. Ну, честно, не честно, я понимаю, что здесь много аспектов, но вот мы избираем власть, глав государства. Мы обычно смотрим на государственный механизм, на аппарат весь государственный, как, ну, на аппарат насилия, обычно так говорят. Государственный аппарат, аппарат насилия. Но ведь мы пытаемся еще избрать так отцов родителей, которые вы нечто и хорошее для общества делали, правда? То есть, и в хорошем контексте. Таким образом, я хочу сказать, что мы транслируем вот эту функцию, вообще говоря, тоже некоторого контроля. Я вот, например, не согласен с тем, что сначала нужно все, что воспроизведет воспаленный шизофреничный мозг, если там, не знаю, художника, еще чего-то выкинуть, потом посмотреть, сколько будут отравленных этих продуктов, и потом только запрещать. Все-таки пропускать через какой-то фильтр вот то, что действует на массовое сознание, надо. Вопрос только в том, кто это будет делать, какой орган. Вот здесь поле-поле борьбы. А теперь вот стоит, так сказать, ученый-секретарь геологического института, Сергей Владимирович. Вот, у него трудная судьба. Он цензор по должности в нескольких аспектах. Самый мягкий аспект, о котором... Я не знаю, как он цензор. Нет, это уже метафорой стало. Это же не должность. У него другая должность. Ученый-секретарь института, высокая административная должность. Самое мягкое, что он должен делать, может быть, не знает Сергей Владимирович. Вот у нас выходил и выходит журнал Тиета. Ставить две точечки над ее или не ставить. Но это самое мягкое, что он должен делать. Поэтому по решению главного редактора, как написано в законе, можно принять решение и не ставить. Но тогда всякие две точки надо вымарывать, Сергей Владимирович. А вот если принимаем решение ставить, везде их надо ставить. Это самое безобидное, что он должен делать. Но вот на его плечах еще лежит цензурирование секретности работ, которые пишут наши геологи. Коль скоро есть государство. У нас есть ненужное государство. Понимаете? Есть цензура на предмет секретности. Запасов содержания нашей богатой Кольской полуостры. Конечно. Есть такое понятие, как государственная тайна. Я об этом не говорю. Но это же надо. Государственная тайна, она есть. Теперь, правильно, переходя к литературу, ко всем вот этим жанрам искусства, опять-таки здесь уже было сказано, я целиком поддерживаю молодого человека. Если расчленение трупа кому-то хочется показать на экране, а то и живого тела, а вдруг это вот такое искусство у кого-то в сознании. Это же нельзя показывать. И другие вещи. Понимаете? Вопрос. Хорошо, есть вопрос. Не надо просить прощения. Давайте заострим на вопрос. Так вы что, считаете, что ее не должны быть? Или все-таки должна быть цензура? И вопрос только в том, кто делает, как делает, чтобы это было всем во благо. Да, вот ваш вопрос, он звучал так длинно-длинно, я попробую на него ответить. Смотрите, вы говорите, вы цензурируете то, что смотрит ваш ребенок. Но, скорее всего, вы не цензурируете, а просто контролируете. Ну, как нормальный родитель, да, смотрит, что там просматривает, на какие ссылки кликает ваш ребенок. Но это нормально, это не цензурирование. Цензор, да, цензурство, цензурирование, это система, это целая система государственного надзора, да, которая предварительно смотрит, что выходит. Но все издания, поверьте, они все знают, что должно выходить согласно закону на экраны телевизоров, а что нет. Больше хотелось бы обратить внимание на политическую цензуру. Когда, например, какие-то СМИ выдают информацию, выдали информацию, а потом спустя какое-то время это издательство, например, прикрывают журнал какой-нибудь или телеканал. Просто-просто нельзя. Ваше мнение не соотносится с мнением того, что происходит, допустим. Вы помните историю с Дином Ридом в Америке? Вы помните эту историю? А что? Я вам напомню, наверное, я помню, это было, наверное, в вашем возрасте был. Дин Рид протестовал против войны во Вьетнаме, когда Америка туда вошла. И перед Белым домом тазик в тазик налил воды и стал стирать американский флаг. Это было его выражение свободы, так сказать, вот его, так сказать. Он оказался тут же в тюрьме, после отсидки нескольких месяцев, переехал в Германию и стал снимать фильмы про индейцев. Помните эти фильмы про индейцев? Где свобода? Я хочу сказать, что каждое государство сохраняет свои каноны. Хоть наша, хоть Америка. Это никуда не деться, как от силы тяжести. Более того, я хочу сказать, что это очень... Я понимаю, что цензура, эта тема, она очень эмоциональна. Она вызывает у нас, вот в каждом, у каждого есть свои представления о том, что должны показывать, что должны печатать, и чего не должны печатать. Мне бы хотелось, чтобы у всех граждан России был доступ к информации, достоверной информации, не под каким-то одним углом представленным. Да, хорошо. Есть ли еще какой-то вопрос? По достоверности информации у меня вопрос контролировал государство как-то. Покупаю я книжку для того ребенка, про трех поросят. В детстве мне читали, был наф-наф, ниф, 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 ниф. Покупаю там ни имен, ничего, какая-то очень сомнительная сказочка. Неинтересно читать, мне не хотелось бы читать такое детям. Хорошо, не покупаете? Да, ну, выпускают, сейчас литературу такую выпускают. Никто это не контролирует. Ну, тот, кто там зарабатывает деньги, понятно, просто. Ну, а здесь контролируют рыбу. И вопрос? Вопрос выпуска этого ненужной информации. Кто бы идет занялся. Ну, смотрите, мне кажется, что очень много мнений... А я хочу понять, вы хотите, чтобы каждую книжку предварительно, прежде чем она вышла, кто-то просматривал и сказал, так, товарищи, вот это нельзя отпускать, да? Вы не боитесь того, что мы придем к тому, что опять будут, допустим, в книжках сказки о трех поросятах, да? Мы увидим вступление о Марксе, Энгельсе и о каком-нибудь еще. Нет, ну, чтобы была именно достоверность произведения, допустим, вот те же книги, да? Что вы считаете достоверными сказками, вот поросят? Ну, нет, я хочу сказать, что можно перевозначить, перевозначить произведения. Допустим, есть вот книги разнообразных авторов, вот лженауки, да? Типа вот там Паренкове ведущий, не знаю, как его зовут, там, Саки Фоменко, вот такие вещи. Почему? То есть это литературный мусор, грубо говоря, да? Лженаучный, в которых нет никакой достоверности, и многим людям просто этим засоряют мозг. Вы не считаете, что должны вот именно литературный мусор отсеять? Я считаю, что такие авторы непременно должны обращаться к ученым, и чтобы ученые сказали, вы пишете ложь. Но они себя представляют учеными, как будто бы официальная, там, академическая наука, она абсолютно все врут, это там теории заговора и все такое. Но при этом, вот я скажу свою мысль, да, я считаю, что должны обращаться к ученым, ученые должны указывать на ошибки, но при этом я считаю, что не должна быть цензура. Да, должно, но говорить о лженауке, вообще, наверное, даже здесь немножко, даже бы и не хотелось. Я бы не хотела, чтобы был какой-то цензор, который бы следил и смотрел бы, что вышло, да? Но если ученое сообщество видит, что вышла какая-то очередная лженаучная книжка, то люди не молчат. Ученые об этом не молчат. Можно посмотреть кучу постов в Фейсбуке или там выступлений на телеканалах, где им дают слово, да, и они говорят, что вот это лжеученый, к нему нельзя прислушиваться. Ну а вообще, вот то, что такие передачи и такие книги вводят людей в заблуждение, вот как... Беда, беда нашего общества, что... Можно пропускать такое в СМИ, например, вот как это возможно? У нас рынок, мне нравится. Вы знаете, научную ошибку еще можно исправить, а вот хуже с моралью и нравственностью. Вот это душа испорчена, вот это уже кто оплатит. Вот эти вот передачи, например, по РНДВ, они в совокупности все в себя включают, помимо всяких лженаучных вещей, там они о морали рассказывают и о чем угодно. Ну, это, наверное, лишь показатель того, что в России есть свобода слова и что каждая редакция выпускает какую-то информацию, которую считает нужной. До свидания. Ну, от свидания. Спасибо за лекцию. Мы, когда говорим о цензуре, сразу вспоминается эффект Барбары Стрейдом. Вот хотелось бы ваши любимые примеры, может быть, малоизвестные, иллюстрирующие вот данный эффект. Вот очень интересно. Что? По конкрету, пожалуйста. Ну, например, мы в начале лекции говорили про фильм Матильда, и мы видели, как сработал эффект Барбары Стрейдом, и насколько, как люди ломанулись в кинотеатре. Вот какие-то, может быть, исторические примеры, ваши любимые? Да. Ну, конечно, те примеры, о которых я говорила, они мне все очень нравятся. Ну, во-первых, я могу сказать, что мне очень понравилось, что, несмотря на то, что мне фильм Матильда не понравился, что он все-таки вышел, несмотря на все, что предпринималось против Митлана. Да? Какой-то... Скажу так, что всякий раз, когда ограничивается свобода слова, это мне не нравится. Всякая победа, когда слово это спокойно может бытовать среди нас, оно мне нравится. И в конкретный случай я, пожалуй, даже задумываюсь особенно, что я не взяла сюда, и что можно было бы представить именно так. Тоже пишите Оксане, да? Да, да, можно мне в Фейсбуке написать, я отвечу. Ну, как всем родителям, мы контролируем, что показывают дети, и что сами смотрим. Это очень сложная такая задача, и, честно говоря, хотелось бы, чтобы как-то нам помогли, или что-то за нас решили, что нам включать, потому что тот же детский канал включаешь, а туда впихивают рекламу, даже которая там не должна быть. Вот хочется на это цензора. Мне лично не хочется. Мне вот, например, не хочется, чтобы за меня решали, что вы смотрите, что вы читаете. Мне не то, что за меня решали. Смотрите, я решаю, я разрешаю ребенку смотреть детский канал. Но за меня уже решили, что там показывают, какие мультики, какая реклама, и сидеть каждый раз вот этот мультик можно, а тут вдруг неожиданно еще что-то показали, то, что я не хочу, чтобы ребенок видит. Это невозможно отконтролировать и смотреть. То есть это ребенка дергаешь, сама дергаешься. Получается, что если мы не хотим, то мы не должны это видеть, мы не должны это читать, мы вообще не должны в это. То есть мы, получается, должны полностью оградиться каменной стеной от всего этого мира. Только потому, что кто-то хочет что-то нехорошее выпустить и показать. Почему я должна себя все ограничивать во всем? Не хочу, не смотрю, не хочу, не слушаю, не хочу, не вижу. Так я должна жить просто в вакууме за каменной стеной. Получается. Выйдите и скажите, вот, я не хочу, выйдите перед тем каналом или напишите письмо, что вы считаете, что вам, на ваш взгляд, эти мультики нельзя показывать. Может быть, к вам прислушаются. А может быть, вы найдете тех людей, которые скажут, фото мысли, а кто-то, кто-то внутри, а если уже много людей, тогда будет смотреть, но не все могут организовать. У вас есть артифическое мышление? Да. А видно, что, спасибо. То же самое. Нормальное мышление. Вообще, конечно, я вот сказала, что цензура очень эмоциональная тема, и мне хотелось больше говорить о, конечно, таком понятии, как все, что связано с политикой, да, когда ограничивать. А мы перешли на какие вопросы, когда выбирать, как выбирать. Просто слишком много того, чего бы не хотелось вообще смотреть. Это касается морали, чисто нравственности. Ну, вам, наверное, нужна управа благочинения. Роты открыты давным-давно. Для всякой врази. Мне кажется... Можно вопрос? Да, он вообще с политики. Я просто... Возможно, я неправильно понимаю, да, но в политике побеждает сильнейших, да, и если у тебя есть возможность захватить 90% экранного времени и дать 3% экранного времени, ну, тебе про выборы говорить, да, например, твоим соперникам, то ты это сделаешь просто потому, что ты это можешь. И здесь решают уже не цензура, а просто решают власть. Потому что она обладает властью. И вот все примеры, ну, большая часть, которые здесь были, да, это примеры личных, ну, суждений цензоров. Да, то есть очень большой фактор играет личность человека. Да, если он цензор, как сказать, от Бога, да, то есть он понимает, что вот это вот повлияет вот так, вот так, он проведет беседы воспитательные. То есть, допустим, если у тебя коммунистические идеи, ты проведешь воспитательные идеи, говоришь, у нас невоспитанный народ, его нужно воспитывать, его нужно объяснять, да, и проводить развивающую область. Я просто наносим включил телевизор, и там Первый канал. Я был очень поражен. Мое воспринятие 90-х годов Первого канала, да, еще Советская власть была там немножко, да, и сейчас очень сильно поменялось. И в этом плане я бы, например, ввел цензуру, потому что необразованные, как это называется, ведущие, которые... Ну да, вообще нужно... Да, ведущие, да. То есть это очень печально выглядит. Я боюсь, что если бы была введена цензура от той, о которой я говорю, то подобное происходило бы не только на Первом канале, и не на Втором, но и на всех, сколько там у вас каналов, на всех 90, да. Если бы была та цензура, о которой я говорю, особенно если, вот, вы сказали про фигуру цензора, да, вот в Царской России как раз нельзя было эстетические вопросы затрагивать. В Советской уже диктовали и эстетику, да. Да, мы узнали, что вот Пошли, Пошликом назвали Сочников. Но опять же, это зеленый человек назвал. Другой, вот рядом с ним, другой цензур. А потому что, если мы вспомним по-царской цензуру, да, мы помним, что там были люди, профессора, литераторы и чиновники. Это люди образованные. В советское время, цензорами, чтобы быть цензором, достаточно быть в партии, да. Быть с нужными взглядами. Да, то есть, получается, по идее, у цензора, у цензора должен хватить целую, как бы, серию, как бы, воспитательную, да, то есть, он должен иметь просто понимание, для чего он это делает, да. А если это просто, давайте ведем цензора, ну, там, Вася, давай, ты будешь цензором, короче, будет говорить, этих нельзя, этих можно, и что-нибудь свое еще придумай. В этом вот основная сложность, получается, цензурирование. Или нет? А вопрос будет или нет? Вопрос на размышлениях? Нет, просто я говорю про то, что цензурирование полезно только в том случае, если у власти есть определенная идея насчет народа. То есть, насчет воспитания народа и насчет изменения нашего восприятия НИРА. Правильно? Я сам не согласен, я считаю, что цензуры не должно быть. И заниматься... А воспитание? Воспитание должно быть, но не на государственном уровне. Так что вам указывают, что смотреть и что читать. Нет, ну, ну, смотрите, у нас есть, как это, вот человек, он пришел в власти, да, у него есть представление, как люди должны думать, как они должны действовать, чтобы достигать определенных результатов. То есть, пришли коммунисты, которые, да, там, пришли веки, у них было представление, что люди нужно брать религию, потому что она мешает мыслить, да, мешает людей вытаскивать из, ну, мракобесия, в котором существует, да. Пришли следующая власть, когда нет, религия нужна, потому что, как это... Да, ну, вы на самом деле сейчас говорите о таких очевидных вещах, да. Единственное, что я не могу согласиться со всем, что вы говорите. Вот, а если мы поступим следующим образом, например, вы мне напишите в Facebook письмо, и мы с вами продолжим дискуссию, да, там, потому что я думаю, что, может быть... Или неинтересно, возможно, да? Нет, я думаю, что интересно, но у нас еще и самолет сегодня, Абрамовна. А на законодворческие процессы есть цензура? Ну, вот у нас много законов выпускается. В России цензуры нет. Нет цензуры в России. В самом начале было сказано, да, что у нас по закону цензуры нет. Друзья, я хочу, да, я хочу предложить... Мне ужасно, неловко все это делать, но вот мне через час наших коллег нужно посадить на самолет. Буквально через полтора. Поэтому у каждого из них есть свои странички в социальных сетях. Те, кто живут в социальных сетях, это могут сделать. Те, кто хотят продолжить дискуссию, но находятся вне виртуального пространства. Вы знаете, у нас там есть чудесная книжечка, да, в которой мы пишем все, что хотим, в крае, в котором мы живем. Обещаю, что коллегам все вопросы, все реплики я передам. И Оксане, если вдруг у кого-то что-то родилось, спросите Алексея Паевского, тоже передам. Ну и спасибо, что вы все пришли. Надеюсь, что у нас такой получился неплохой опыт научно-популярных выходных. И если у нас будет впереди следующий год, посмотрим, может быть, у нас тоже что-то хорошее подобное получится. Но, а вы, соответственно, нам говорите, мы хотим этого, и тогда мы будем для вас это делать. Спасибо, друзья. Спасибо фонду Эволюции. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ